Затянувшиеся новоселья. Собственники квартир дома 81 по улице Сибирска живут без света и тепла. Коммунальные блага есть, но электричество и отопление заведено по временной схеме, поэтому случаются перебои. По факту дом сдан и акт приема сдачи квартир жильцы подписали. В документах, значит, саграфа жилье соответствует всем техническим нормам. На деле же выходит иначе. В ситуации разбиралась Дина Манасян. Купив жилье в строящемся доме, новоселы были уверены в том, что обретут теплую и уютную квартиру. На деле, оказывается, все не так гладко. Обладатели долгожданных квадратных метров на улице Сибирской первое время о комфорте только мечтали. Батареи холодные, соответственно, отопления в доме нет. Холодная горячая вода, опять-таки, по временной схеме, то она есть, то ее нет. В доме есть цвет и вода, но по временной схеме. Из-за этого многие собственники въехать в новые квартиры не решаются. Ну а те, кому идти некуда, вынуждены мириться со сложившимися условиями. Кутать детей в теплую одежду и даже одевать на них валенки. Между тем, акт приема передачи жилья людям предложили подписать еще в июне. Этот документ означает, что собственник согласен с тем техническим состоянием квартиры. Я подписывал 2 сентября. 2 сентября было тепло. Скажем так, в других районах еще никого не было отопления 2 сентября. То есть, допустим, отопительный сезон не начался. Но я не мог предполагать 2 сентября, что отопления не будет, когда для всех оно настанет, да, отопительный сезон. Но до конца строительные работы еще не закончены. В системе водоснабжения санэпидемстанция проверяет качество воды, и параллельно регулируется система отопления. Подача электроэнергии постепенно переходит на постоянный режим. Тем не менее, все коммуникации требуют доработки. Это работа уже эксплуатирующих организаций, имеется в виду управляющих компаний. Потому что все сети нужно настраивать для того... Но это так же, как часы. Где-то нужно добавить, где-то нужно, чтобы все работало так, как нужно. То есть, чтобы не было на одном стояке перегрева, на другом недогрева, это необходима работа специалистов сантехников, электриков и других. Жильцы дома по улице Сибирской уже были готовы подать в суд. Но, к счастью, до этого не дошло. За время подготовки сюжета в квартирах появились свет, вода и отопление. Собственники надеются, что больше сбоев происходить не будет. Дина Моносян, Николай Александров, Служба новостей, Импульс.